приветствую вас в очередном модуле видео курса анимация с нуля в adobe h-animate меня зовут федор васильев и давайте начнем урок в этом уроке мы с вами изучим параллакс эффект что такое параллакс изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя на примере это выглядит так я ввожу мышь вот по нашей картинке и посмотрите что происходит в одну сторону я веду мышь и некоторые ландшафт и двигаются в другую сторону то есть я сделал так чтобы каждый ландшафт двигался в разном направлении солнце в одно направление горы в другое в данном случае мы будем рассматривать горизонтальный параллакс скролл это трендовая фишка на сегодняшнее времени часто используют на лендингах можно это использовать например в шапке сайта может быть в баннере и так далее и давайте перейдем в программу adobe h-animate так я создал новый проект у нашего холста 800 на 405 оставляйте также в папке с уроком вы найдете 5 подготовленных картинок png формате выделяем и переносим наш проект они чуть большего размера это не страшно так и задумано выделяем все и чуть-чуть убавляем потому что наши горы двигаются влево вправо и чтобы они вот здесь вот в конце не обрезать не обрезались пускай немного концы вылазит за наш стейч и так теперь давайте распределим картинки я поочередно отключаю чтобы понять так нам вот этот четвертый кадр солнышко самый низ так горы у нас таким образом так за солнышком потом эта гора потом это да вроде бы все и так вот смотрите выстраивать как у меня у меня по циферкам отмечен до 4 3 2 1 5 дальше давайте сразу добавим библиотеку jquery можете взять из урока прямо из папки проекта все то же самое вам уже процедура это знакомо jquery и открыть пин вытягиваем на две секунды солнце например мы двигаем влево таким образом чтобы правая страна не вылезла полностью на наш холст чтобы там не появился пробел следующий элемент зажатым шифтом стрелкой на клавиатуре мы двигаем вправо также теперь только чтобы он слева у нас не выехал вот таким образом следующий выделяем противоположную сторону двигаем следующий выделяем и 5 также двигаем другую сторону у нас появилась вот такая вот анимация ползунок ставим в ноль и в начале ставим стоп чтобы автоматически не проигрывалась наша анимация у нас почти все готово осталось повесить кусочек кода также идем в папку с уроком и находим там код для вас уже тоже это знакомая операция открываем текстовый документ mouse move копируем вот такую строчку кода кликаем по нашему встречу между скобочками из выпадающего списка mouse move вставляем код открываем второй файл composition ready и копируем вот этот код полностью здесь мы кликаем по плюсику и composition ready вставляем код закрываем и контур enter смотрим что у нас получилось браузере и у нас с вами все замечательно получилось вот видите я вожу и все движется в разную сторону очень интересно смотрится пробуйте у вас должно все получится и последний момент открываем наш стечь в данном коде можно управлять а вот этим положением мыши в зависимости от вашего проекта здесь нужно просто смотреть вот здесь вот где вы видите троечка можно поставить например 20 и закрыть обновим страницу и посмотрим что у нас изменилось вот смотрите как у нас двигалась строчкой обновляем и посмотрите это чувствительность мыши я чуть-чуть двигалась а у меня картинки уже уехали вот на этом уровне видите то есть здесь я двигаюсь дальше то уже ничего нет то есть как только я дохожу вот учтите за что это отвечает я поставил 3 потому что в моем случае это оптимально можно поставить единицу и посмотреть что у нас получил обновляемся и посмотрите если нужен небольшой эффект то и соответственно пока мышка дойдет до конца нашей композиции а параллакс продолжает движение свое и в эту сторону надеюсь здесь понятно а на этом я заканчиваю урок надеюсь он был вам полезен и увидимся в следующем